Тверги, США, штаб Трампа судится с Нью-Йорк Таймс из-за статьи о российском вмешательстве в выборы Джей Питерс, Тверги, США 27 февраля 2020 года Штаб компании президента Дональда Трампа по переизбранию подал в суд на газету Нью-Йорк Таймс за клевету и за опубликованной в прошлом году статьи о взаимоотношениях Трампа с Россией В авторской колонке приводятся доводы в пользу того, что штаб Трампа установил в 2016 году теплые отношения с Россией ради взаимной выгоды Русские предложили помощь в подрыве позиций Хилари Клинтон, а команда Трампа согласилась подумать над тем, чтобы снять санкции, введенные президентом Бараком Обамой Штаб Трампа обратился в суд, чтобы наказать автора статьи за мнение, которое он счел неприемлемым, говорится в заявлении Нью-Йорк Таймс К счастью, закон защищает права американцев выражать свои мнения и суждения, особенно в отношении событий, имеющих общественный резонанс Мы с нетерпением ждем, чтобы отстоять свое право и в этом случае Иск особенно касается фразы сделка по принципу «услуга за услугу», которая нередко употребляется с намеком на некий особый уговор между штабом Трампа и российским правительством Спецпрокурор Роберт Мюллер убедительных доказательств такого уговора не обнаружил Однако в статье Таймс утверждается, что такие доказательства не обязательны, и что сделкой по принципу «услуга за услугу» может считаться сам факт взаимовыгодных отношений Тем не менее это выражение привело штаб Трампа в ярость Президент и сам его использовал, причем неоднократно Только в Твиттере Трамп упомянул «услуга за услугу» 19 раз с октября 2019 года Во всех этих твиттах, кроме двух, Трамп отстаивает свою правоту насчет телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Некоторые считают, что президент и его помощники якобы вынуждали правительство Украины расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена, Ебидин В ходе кампании 2016 года сайт Wikileaks, Wikileaks, обнародовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США с компрометирующей информацией Считалось, что украли слили эти электронные письма оперативники российской разведки Как сообщают New York Times и Washington Post со ссылкой на брифинг комитета по разведке Палаты представителей, состоявшейся в начале этого месяца Россия уже вмешивается в президентские выборы 2020 года на стороне Трампа На запрос о комментариях в штабе Трампа не откликнулись Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ